Открытая студия Молодежный парламент Московской области готовится к выборам, правильно? Сейчас идут выборы в муниципалитетах Ну, с 8 по 10 апреля будут проходить выборы в три дня Мы планируем, что мы изберемся в 51 муниципальном молодежном парламенте Ну и с новой командой, новый председатель будет работать еще два года На два года избирается председатель А в 51 изберетесь? Да, мы избираемся в 51 муниципалитетах уже прошли выборы в прошлом году И в этом году они успели по положению, просто такая техническая непонятка произошла А в трех, по-моему, муниципалитетах они уже избрались на более длинный срок Один муниципалитет избрался на 5 лет, и два муниципалитета, там конкурсная комиссия, там не будет выборов В трех муниципалитетах будет конкурсная комиссия Так как у нас была Ивантеевка Красноармейская Пушкина, теперь это один округ Там мы ждем выборов во взрослый совет депутатов, который утвердит новое положение И после этого будем уже выборы проводить, мы планируем с коллегами, что это будет в конце мая Скажите, 60 молодежных парламентов в Московской области, а в каких-то муниципальных образованиях еще нет? Вот вообще, как шло развитие? У нас, получается, развитие шло так, что сначала общей единой системы молодежного парламентаризма на территории Подмосковья не было Это показывалось как? У нас у одного члена молодежного парламента полномочия заканчивались, допустим, в январе, у другого в феврале А заседания молодежного парламента шли И получалось, что я, когда меня коллеги избрали, первые полгода у меня постоянная текучка кадров была И мы не могли ни одного проекта делать, потому что человек приходил, уходил И какой-то системности о ней речи вообще не могло быть Поэтому мы собрались с ребятами, с самыми активными Даже у них уже, у многих уже полномочия в тот момент закончились И было принято решение, давайте попробуем провести единый день голосования И вот в ноябре 2018 года мы в 58 муниципалитетах, на тот момент их было 64, провели единый день голосования Нас избрало 64 тысячи человек, молодежи С одной стороны, для первых выборов это неплохо А если мы говорим о совокупности вообще молодежи в регионе, то, конечно, это пока цифра небольшая Но мы стараемся, и я думаю, что в этом году у нас показатели, наверное, будут больше Ну привлекаете, становится более... Если мы там дальше будем говорить о деятельности молодежного парламента У нас там будут общественные приемные, выдвижение законодательных инициатив, мы поговорим Потому что нас уже стали немножко по-другому воспринимать Я вам расскажу про те обращения, которые у нас были И там будет понятно, что уже молодежный парламент это не игрушки Но будут еще образовываться? Ну сейчас у нас, насколько мы считали и понимаем, у нас сейчас 60 муниципальных образований Да, по одному муниципальному образованию, по одному молодежному парламенту в каждом муниципалитете у нас создано Да, здесь надо еще пояснить, что у нас, получается, в области система ступенчатая То есть у нас Московский областной молодежный парламент, он состоит из председателей местных молодежных парламентов Поэтому мы жизненно завязаны, получается, на работу местных молодежных парламентов Но с другой стороны это и хорошо, потому что у нас каждый член Московского областного молодежного парламента Он не отрывается от земли, он уверенно стоит на ней, проводит приемы, встречи с разными социальными группами В общем, чувствует повестку Расскажите, над какими проектами работаете, где включаетесь, где помогаете именно в областных каких-то решениях Смотрите, у нас основная деятельность это законопроектная У нас как раз Егор Сергеевич является руководителем по законопроектной деятельности Поэтому я в данном случае ему слово передам, потому что она скажет более точно и предметно этот вопрос Егор Сергеевич Пожалуйста За прошлый год, за работу прошлого созыва у нас существенный рост в этом плане произошел Мы наладили системную работу с нашими коллегами из местных молодежных парламентов Очень приятно видеть, что не только члены Московского областного молодежного парламента Включаются в разработку законотворческих инициатив Но и в том числе и члены местных молодежных парламентов И для них всех мы даем трибуну, чтобы каждый мог высказывать те проблемы и продвигать те проекты, которые его волнуют Из крупных инициатив, которые мы можем назвать В первую очередь это та инициатива, которая волнует всех студентов Подмосковья Да и, наверное, не только Подмосковья Это продление льгот на железнодорожный транспорт Сейчас они действуют до 20 июня У многих сессия в разгаре в этот момент Ездить приходится в другие города И поэтому многие студенты на встречах с нами Они высказываются за то, чтобы этот процесс продлить И текущий созыв активно занимался этой работой Мы заходили в областные министерства, согласовывали этот закон Ну, конечно же, встал вопрос финансов Как вы знаете, сейчас время достаточно тяжелое И поэтому на период, пока у нас идет пандемия Мы понимаем, что есть более приоритетные направления И сейчас работа над этим законопроектом мы приостановили Но все-таки надеемся, что в будущем, когда финансовая ситуация стабилизируется Мы вернемся к работе И студенты действительно смогут почувствовать на себе заботу области и заботу государства Ну да, это такая важная инициатива Я слышала тоже много Здесь еще надо отметить, что уже мы эту работу вели с 2018 года со студентами И встречались, вот у нас были встречи со студенческими активами 59 встреч у нас прошло за 2019 год Вот нам на каждой встрече говорили об этом На каждой То есть это очень, на самом деле, важная тема И мы тогда еще сделали поправки в закон Потому что нужно было урезать бюджет И мы сделали именно для студентов То есть в законе об образовании говорится о школьниках и студентах Но мы понимаем всю ситуацию И тогда на студентов СУЗов Потому что бывает так, что СУЗы находятся филиал в одном муниципалитете А второй филиал, ну предположим, какой-то находится в другом Вот, и молодому человеку или девушке приходится ездить за день по несколько раз А льготы уже не работают, потому что у нас сессию Допустим, вот это очень часто К нам студенты-медики обращались У них, как раз, разброс очень большой И им приходится очень часто ездить Там практику, где-то здесь лекции и так далее Вот они очень такие самые у нас затратные вышли Ну, по крайней мере, по нашим данным Да, еще, кстати, студенты-медики дали нам еще одну знаковую законодательную инициативу Которую мы прорабатывали в этом законе В этом созыве Это введение в Московской области звания почетный донор У нас такой был коллега, есть, почему был, есть Борис Землянский, вот он как раз этот вопрос прорабатывал Большое ему за это спасибо, Боря, ты молодец Вот, и вот он как раз ее нам подвел Чтобы мы почетный знак Московской области Почетный донор разработали вместе с правительством Вот мы сейчас, так сказать, это дорабатываем Там проблематика в чем? Я извиняюсь, оторву немножко хлеб у Егора Сергеевича У нас, получается, когда мы в Московской области сдаем кровь Мы получаем за это 700 рублей А в Москве уже 2,5 тысячи И мы знаем, что уже за 40 сдач крови Крови, да Да, мы получаем почетного донора Российской Федерации Вот мы предложили сделать 25 Чтобы люди все-таки были более мотивированы Сдавать это в Московской области Потому что, вы понимаете, близость к МКАДу, близость к метро Оно все делает наши, так сказать В общем, подмосковная кровь уезжает Уезжает, да, в Москву Да, у нас даже по Московской области закрывают донорские отделения Чтобы вы понимали То есть, вот такая проблема серьезная Поэтому мы очень сильно надеемся На каком этапе сейчас? Мы разработали законопроект Прости, пожалуйста Мы разработали законопроект Финансо-экономическое обоснование Самки поправки Вот, и все это передали в Министерство здравоохранения И очень надеемся на доработку То есть, это в работе сейчас находится Да Какие еще интересные проекты? Ну, еще есть один наш такой внутренний проект Вот, то есть, он в основном касается, конечно Системы молодежной политики Дело в том, что многие наши молодежные центры Они работают, ну, честно говоря Я думаю, коллеги не обидятся А бы как То есть, вот кто как себе придумает Это так и работает Никаких стандартов, ничего нет И самое главное, что нет понимания В большинстве своем У лиц, принимающих решения О том, что вообще должен себе Молодежный центр заключаться На выходе мы имеем, что где-то это просто Клубное образование Где-то там существуют какие-то клубы, кружки и так далее А где-то мы имеем там действительно То, что больше похоже на молодежную политику В ее нынешнем ключе Это работа с молодежными общественными организациями Но единого стандарта нет И большая проблема с кадрами Вот Ну, буквально это было до ближайшего времени Сейчас у нас принят федеральный закон о молодежной политике Но все равно коллеги жалуются на территориях Что по факту мы никому не нужны Мы финансируемся по остаточному принципу Посмотрите на культуру Посмотрите на образование У всех есть какие-то повышающие коэффициенты Стандарты к зарплате Вот А у нас такого нет Ну и понятное дело, что люди там год-два набираются опыт И уходят куда-то в более прибыльные сферы Исходя из этого, мы разработали поправки К федеральному закону о местном самоуправлении Это основной закон, которым регулируется деятельность муниципалитетов О том, чтобы формулировку Касающейся молодежной политики изменить До недавнего времени, все-таки закон старый 2003 года Там было только проведение мероприятий по работе с молодежью Мы понимаем, что мероприятия по работе с молодежью проводят все Дома культуры, школы, спортивные учреждения и так далее И в этой связи реально непонятно, зачем нужно отдельное учреждение Когда все этим могут заниматься Но реальность с тех пор изменилась И мы сейчас понимаем, что молодежная политика Это больше создание сообщества А для этого нужна ресурсная база, которая концентрируется в этих молодежных центрах И поэтому мы вместе с коллегами поработали поправки к этому закону О том, чтобы именно закрепить в вопросах местного значения Организацию условий для работы инфраструктуры молодежной политики Одним из каригольных камней которого является молодежный центр И мы рассчитываем за счет этой инициативы вытянуть значимость молодежных центров И начать приведение их к единому стандарту Чтобы у нас молодежная политика заиграла новыми красками Это, наверное, три самые знаковые наши инициативы И, конечно, много очень законов у нас было касаемо нашей внутренней работы Это Московского областного молодежного парламента Потому что у нас был такой системообразующий созыв, можно сказать Мы и закрепляли единый день голосования Потому что первый раз мы сталкивались с тем, что фактически никто не понимал На основании чего вообще область что-то диктует И мы что-то вместе с муниципалитетами делаем Мы-то на них кровно завязаны А мы им, по факту, не особо были нужны Особенно тем, кто с молодежью не работает И сейчас у нас появились Ну, сейчас ситуация, конечно, изменилась Помимо того, что увидели значимость, еще появилась строчка о том Что Московский областной молодежный парламент Вместе с Комитетом по делам молодежи и спорта Московской областной думы Разрабатывает рекомендации по проведению единого дня голосования Кроме этого, мы еще ввели рейтингование То есть у нас, наверное, даже покруче, чем у нас старших коллег Надеюсь, мне не обидится Обидится уже Ну, тем не менее Должны гордиться нам Да, мы на основе их рейтинга, на самом деле Если по-честному, в Мособлдуме у каждого депутата Московской областной думы Есть свой рейтинг, количество публикаций Игорь Юрьевич за этим очень строго следит Игорь Юрьевич молодец, красавчик Вот, реально там целый аппарат над этим работает На основе их рейтинга Мы там какие-то определенные сложные вещи откинули Упростили его и взяли на себе На вооружение На вооружение, на заметку, да То есть у нас, конечно, понятно, это основное, это медийное пространство Также это проведение массовых мероприятий Общественные приемные, это то, что мы прям обязательно включили То есть мы включили 59 муниципалитетов Общественные приемные Причем хочу отметить, что во время самоизоляции У нас были именно онлайн приемные Мы поставили То есть это тоже было очень важно И помимо всей, конечно, вот этой работы Связанной с доставкой продуктовых наборов От Андрея Юрьевича Воробьева Медицинских наборов То, что мы там с коллегами из других общественных организаций делали Там Молодая гвардия, Российский союз молодежи и так далее У нас своих личных обращений было около 1100 за прошлый год Из них там 870 мы смогли решить Вот, ну чтобы вы понимали Там вот у Югора Сергеевича в Чеховой была проблема с детской площадкой Потом как раз опять студенческие обращения Ну то есть такие серьезные на самом деле темы Я думаю, что обращения, которые поступали, обязательно обсудим И интересен вот этот вот формат работы Который в том году, с которым все столкнулись Я пока напомню, в открытой студии Радио 1 Сегодня принимают участие председатель Московского областного молодежного парламента Андрей Урусов и заместитель председателя Егора Балакшин Вот об этом формате и об общественных приемных в целом Какие вопросы действительно поднимались? Что удалось решить? Насколько удалось переформатироваться в короткие сроки? Смотрите, ну вопросы были, если честно, сначала такие более детские Да, там учитель замучил еще что-то, куда обратиться Потом, когда уже люди увидели, что мы начали напрямую общаться Мы общаемся с депутатами Мосу Булдумы, с муниципальными депутатами Вопросы уже пошли посерьезнее Такие, как в Раменском была проблема, что учеников отпускают с пар Ну, с занятий, наверное С занятий, да, так будет лучше сказать Предположим, в 17.00, а последняя маршрутка у них уходит в 15.00 Вот Проблема, конечно Проблема, да То есть, ребятам, как бы, мы эту проблему пытались решить Вот Плюс, вот, у Егора Сергеевича, там, в городском окне Чехова Единственная есть площадка детская в село Молоде Правильно? Да, там получилось так, что поле осталось бесхозным Вот, ребята к нам обратились с боязнью, что, ну, просто уйдет это поле поддача Благо нам удалось пробить, что в генплане целевое назначение этого участка осталось под спорт Мы вышли на кадастровых инженеров Попросили их нам помочь Вместе с ними составили кадастровый план участка Ну, чтобы администрация не несла лишние расходы Большое спасибо компании, которая нам помогла за то, что они бескорыстно эту работу провели Вот И сейчас мы вместе с администрацией работаем над тем, чтобы это поле обслуживалось муниципальным учреждением Чтобы оно было взято на баланс Дело в том, что в этом селе еще получилось так, что в школе нет детской площадки То есть, по факту, ну, это вот для всего села Ну, это единственное, да, такое место Да, тем более село это Молоди Место, наверное, как вы знаете, славной битвы при Молодях Юбилей, который мы в следующем году будем отмечать Ну, и хочется, наверное, чтобы без поля такое славное село не оставалось Ну, а в целом, насколько вообще знают, куда можно обращаться? Вот эта вот связь, она уже налажена Ну, смотрите, мы стараемся вообще в социальных сетях Плюс через средства массовой информации Мы неоднократно уже выступали на 360 Правда, у вас, конечно, на Радио 1 впервые Надеемся, будете приглашать чаще Да, пользуясь случаем Обязательно Попросился Но вот онлайн приемный очень хорошо работает, да То есть плюс мы всегда проводим студенческих активов в школах То есть был целый план график Куда члены молодежных парламентов и где будут его проводить этот прием Стараемся, чтобы в каждой администрации было помещение молодежного парламента Где могут прийти Оставляли в каких-то муниципалитетах Оставляли прям почтовые ящики, да То есть прям до такого То есть в этом плане у нас мы максимально открыты Максимально доступны То есть обратиться Самое основное это вот в Инстаграм написать В каждом муниципальном молодежном парламенте есть свои социальные сети То есть этого мы тоже добились при первом созыве Чтобы вот мы везде были в социальных сетях А как стать членом молодежного парламента? Вот насколько интересуются и таким тоже Смотрите, ну, значит, у нас сейчас на территории Подмосковья Давайте так, немного себя поправлю Сейчас на данный момент у нас полномочия муниципальных молодежных парламентов закончилась Поэтому сейчас на данный момент их как бы ноль Ну, есть в каких-то некоторых муниципалитетах, такие как мытища Там они на пять лет избрались Да, это вот вы вначале, да, то, что говорили Там как бы есть, но сейчас давайте обобщим эту фразу, что как бы ноль пока что Значит, у нас есть такое понятие, как член молодежного парламента и консультант Член молодежного парламента избирается путем формирования своей заявки, кандидатуры Подает ее в избирательную комиссию муниципальную И дальше через многомандатный избирательный округ избирается Вот, есть еще формирование через общественную организацию Общественная организация, занимающаяся с молодежью У нас в молодежных общественных организациях нет такого понятия Поэтому мы в законе прописали, что общественная организация, занимающаяся с молодежью Зарегистрирована на территории Московской области, имеющая свой юридический статус Выдвигают одного кандидата, который проходит по квоте Вот, и, соответственно, третьи это консультанты Ребята те, которые не смогли избраться Ну, очень хотят взаимодействовать И вот эти они становятся консультантами Молодежных парламентов Тем более у них еще и мотивация есть Дело в том, что у нас в областном законе И в муниципальных положениях в молодежном парламенте Предусмотрена процедура ротации Вот, если член молодежного парламента Ненадлежащим образом исполняет свои обязанности То есть не посещает заседания Не выполняет требования рейтинга и так далее И так далее То полгода достаточно для того, чтобы его исключить Ну, это еще и... Бывает такое? Да, бывает Но это еще и на социологию завязано Еще Мартин Липсон говорил, что молодежь очень подвижна И поэтому очень сложно им держаться в какой-то одной структуре долго Поэтому у нас и два года срока, а не больше И некоторые, ну, действительно, там полгода он горит После этого у него меняются жизненные обстоятельства На работу устраивается, переезжает, учиться едет в Москву И все, у него времени не остается Ну, лучше никого не обманывать, место чужое не занимать Честно выйти, ну, либо там тебе коллеги помогут И на его место забрать активного консультанта И у нас действительно такая процедура ротации активно используется Вот некоторые молодежные парламенты за вот эти два года обновлены на 50% Зато действительно активные ребята, во-первых, они видят, что у них будет рост Что их деятельность, она даст им и личный, как бы, результат Вот, и кроме этого еще мы всегда получаем, что у нас структура сохраняет динамику положительно Но в целом же, вот человек, который хочет стать членом команды Он должен с какой-то программой, да? Он должен обладать какими-то качествами, правильно, определенными? Ну, как бы, программа, которая заходит, конечно Мы впервые, когда я избирался председателем Московского областного молодежного парламента У меня конкуренция была 7 человек Это такое было впервые И мы готовили очень жестко, очень строго свои избирательные кампании И Югорь Сергеевич, наверное, мне не даст собрать Из того, что я обещал, мы исполнили все То есть, и это было прям очень важно И для меня прежде всего Потому что я это пообещал, я с этим вышел Скажем так, по-честному Для меня было легче, предположим, чем будет следующему председателю молодежного парламента Потому что, а, мы уже сделали и рейтинг, и единый день голосования И выстроили общую структуру, общую систему Потому что, когда только вот меня избрали У меня был список, вот такая вот стопка членов муниципальных молодежных парламентов И я думаю, с чего начать? Я думаю, дай-ка я позвоню, узнаю А знают ли члены молодежного парламента о том, что они в молодежном парламенте? Я вам не буду говорить результаты Но они печальны были Мы догадаемся А, кстати, по рейтингованию, как-то по городским округам тоже ведется работа? Да, конечно Есть свой светофор Он узаконен То есть, если человек То есть, это закон Московской области, рейтинг молодежного парламента Если человек, как уже Егор Сергеевич сказал, полгода Не выполняет муниципалитет То мы вправе отозвать председателя молодежного парламента городского округа, предположим, там, Подольска или любой Домодедово И в муниципалитете должны будут избрать заново нового председателя и отправить к нам А худших не будем? А тех, кто в хвосте, лучших назовете? Истра На кого равняться? Истра Чехов Домодедова Жуковский Сербхов Сербхов Пятерка Да Измеряем пятеркой Расскажите о проектах О важных Смотрите Ну, у нас есть свои собственные Мы, так сказать Наша основная деятельность — это законотворчество Вот, поэтому все-таки концентрируемся мы именно больше на ней Я немножко даже сейчас ее спану, чтобы у вас цифры были понимания В 2016 году молодежным парламентом 2016-18 созыв, да, было выдвинуто пять законодательных инициатив Вот В 2018-2020 году у нас их было 21 Такое увеличение Да, и это именно принятых законодательных инициатив, чтобы вы понимали То есть так-то у нас и было их еще больше Здесь, на самом деле, надо большое, огромное спасибо сказать Комитетом профильного Мособлдума Которые с нами, правда, полноценно их прорабатывали Обучают ребят Мы ходим на комитеты в Мособлдуму Они нас прям все рассказывают Прям по полочкам досконально Что такое принять закон в трех чтениях Что такое служебная записка Пояснительная записка Что такое финансо-экономическое обоснование Прямо раскладывают Вот, поэтому это такая очень школа жизни Которое прям научит То есть заканчиваешь ты там юридическое Да, должен разбираться, как законы подавать Так у нас ребята уже смело все знают, как это нужно сделать Вот Причем ни один комитет не закрывается И все общаются доверительно То есть открытости Да, да, да Ну могут пожирить, конечно Понятное дело За то, что мы там где-то что-то безграмотное Сначала нас поругают Но потом все равно доведут дело до конца Поэтому, когда стал вопрос У нас восемь субъектов Российской Федерации Имеют право, молодежные парламенты Выдвигать свои законодательные инициативы Ну, предположим, на ЗАГС собрания То есть, в принципе, там Еврейский автономный округ Там вот коллега Она может выйти на Думу областную И выдвинуть сама свой законопроект Поработанный Вот, когда мне предложили Давай, говорит, попробуем Ну, такую же историю сделать в Московской области Я прямо сказал нет Потому что нет смысла Это имеет смысл, наверное, в тех субъектах Где, ну, законодательное собрание так закрыто К аппарату нету доступа и так далее А у нас все максимально открыто Я сказал, ребят, у нас все четко Мы свои законодательные инициативы выдвигаем Поэтому здесь еще раз Игорь Юрьевич Огромное спасибо И всем председателям комитета И сотрудникам аппарата Это вот мое честное, искреннее прям спасибо Ну вот если еще о проектах Да Какие-то примеры И сколько человек вообще в целом задействовало Смотрите Значит, у нас три крупных проекта Это родной край Это тестирование на знание История своего муниципалитета Мы вместе с местными краеведами Подготовили тестирование на 20 вопросов Игорь Юрьевич, да, по-моему? Да, на 20 Вот Чтобы оно было небольшое Можно было за урок уложить Вот, и в каждой школе Дети писали тестирование На знание истории своего муниципалитета Почему у вас улицы названы в честь того Почему вообще город так называется И как, интересно даже На самом деле хорошие показатели Вот Мы это И причем эти показатели Мы два раза уже провели это тестирование Понятно, в первый год они были не очень Вот То уже во второй год Мы чуть-чуть поменяли вопросы Но основные оставили И ребята уже помнят Их отвечают То есть Это такое прям Я бы сказал Патриотическое воспитание Молодежи именно на местах Ну, конечно И знать именно Город, которым ты живешь Знаете, на самом деле Идея этого теста возникла так Что у нас в городе Стоит памятник Николаю Егоровичу Жуковскому Жуковскому И два молодых человека На этом памятнике Нарисовали неприличное слово Баллончиком Ну, понятно Их быстро нашли Так как я еще состою В комиссии по делам Совершеннолетних Я с этими ребятами встретился Я говорю Ребят, я говорю А вот вы почему написали? Вы хоть знаете, кто такой Николай Егорович Жуковский? Они такие Мы, говорит, не знаем Какой ты дядька лысый Вот прям цитата была такая Вот Но если бы они знали В честь чего Город назвали Именем этого человека И о его заслугах То я думаю, что У сознательно Нормального ребенка Рука бы даже не поднялась Вот Поэтому Мы быстро приняли решение Что надо такое тестирование сделать У нас было 3 месяца На подготовку вопросов Тут коллегам очень Еще раз спасибо Вот И мы подготовили Хорошие тестирования И вот провели это мероприятие В акции приняло участие 16 тысяч человек Вот То есть это достаточно Такие неплохие показатели Следующее Так сказать Следующее С чем мы столкнулись В определенный момент Это С нехваткой Загонодательных инициатив То есть у нас Общественная приемная Начала работать Вот Но не с точки зрения Того, что Именно тем Для законодательных инициатив Нам не хватало А именно Их проработки И мы Разработали Такой Экзамен Не знаю Эссе Эссе написать На тему Что бы я делал Будучи одним Губернатором Московской области Один день на посту Губернатора Московской области И в условиях Этого эссе Люди писали Проблематику И самое главное Не просто ее проблематику Там Дороги плохие Ну и как их улучшать Как решить Эту проблему Вот Мы отобрали У нас было 1400 с чем-то заявок Я сейчас уже цифру не помню Вот Из них 800 Прошли первый этап И 30 лучших работ Мы довели до финала И потом у нас Одна работа Как раз вот прошла И на это Вот у нас Был закон О почетном доноре Вот там Мы впервые с этим Столкнулись Ну причем Ребята не только Закону принесли Но некоторые Еще и в молодежные парламенты У себя на земле вступили Так что Они прям заинтересовались Увидели И захотели От своих инициатив Попробовать Да Получить результат Там была еще такая Тема как Безналичный расчет В школах Сейчас мы это как раз Пытались вынести В законопроект Вот Но Сделали не законопроект А рекомендацию Школы В муниципалитетах Чтобы безналичный расчет Ввести на территорию школ Потому что сейчас мы знаем Что Я извиняюсь Такой тезис Деньги Это все-таки грязь В том плане Что Взять деньги Передать деньги Да Это у нас все-таки инфекция Вот А сейчас безналичный расчет Карточка Это все А в школах Не везде есть терминалы Да Поэтому мы рекомендовали Эту норму ввести Ну и ребятам приятно видеть Что в этом году Начался эксперимент Некоторой школы За которым мы следим Именно по введению Безналичного расчета Ну то есть Они понимают Что то о чем они говорят Да Это услышанно Это развивается И несколько слов О проекте Старший брат Старший брат Это у нас проект По работе с детьми Из малообеспеченных Многодетных семей Вот Сейчас в 30 муниципалитетах Он реализуется Тысяча Порядка Тысяча Ста детей Сейчас занимаются Бесплатно Кикбоксингом И тайским боксом Принимают активное участие Президент федерации Кикбоксинга И тайского бокса Когда я им рассказал О том Что такое у нас В Жуковском С 2016 года Реализовалось Они говорят Андрюх Классная тема Давай делать Потому что мы и так Ее ведем А когда мы все вместе Сможем Это будет системно Это будет намного Эффективнее И сейчас мы Стараемся Уже сделать Счастливые часы Чтобы вот Человек четко знал Что вот допустим С 5 до 6 Он может привести Ребенка Там из многодетной семьи Или стоящих В комиссии По делам несовершеннолетних На занятия бесплатно Тренеров Хватает? Хватает Причем они все Калифицированные Все четко С сертификатами С профильным образованием И естественно Вы же поймите Это такая как бы Тема Очень важная Потому что Тренеру расскажешь Точень Расскажешь родителям И здесь очень важно Чтобы связка Родитель-тренера Работала И доверительные отношения Это вот Прямо такая история Очень важная Ну что же Я так понимаю Что уже после 8-10 апреля Работа будет кипеть По полной программе Тогда уже будут известны Обновленный состав И имя председателя Да То есть мы думаем Что в конце Наверное апреля Уже будет первое заседание Областного парламента Там потому что Нужны юридические моменты Соблюсти Вот И я думаю Что в конце апреля Уже будет первое заседание В начале мая Ну что ж Будем ждать результатов Спасибо большое Что пришли сегодня Рассказали о работе Спасибо большое В открытой студии Радио 1 Принимали участие Председатель Московского областного Молодежного парламента Андрей Урусов И заместитель Председателя Егор Балакшин Открытая студия Редактор субтитров А.Семкин